Дорогие коллеги, рады приветствовать благодаря вам, уважаемые средства массовой информации. Нам стало известно о той проблеме, которая касается района Южной, в частности, железнодорожного перехода. В связи с этим были созданы рабочие группы и проведены мероприятия на правильное выяснение этой проблемы. 12 мая, непосредственно на встрече на месте, на выход, когда я выходил на место, где непосредственно расположен пешеходный переход, чтобы, как говорится, лучше один раз увидели, чем сто раз услышали. И действительно, когда мы вышли на это место, его посмотрели со всех сторон, выслушали мнение сторон и убедились в том, что те пожелания граждан города Инбисепа, в частности, Украина Южная, имеют под собой основания и должны быть рассмотрены лично полностью. После этого должны были пройти две рабочие встречи, одна 5 июня и 2-я 8 июня. Но в связи с тем, что работники нашего железнодорожного узла не смогли на ней присутствовать, эти встречи не состоялись, объяснения были такие, что, мол, якобы в эти дни они не могут, хотя даты согласовывались за благовременно. В связи с этим, дальнейшее изучение всех материалов и документов происходило непосредственно уже нами самим, со специалистами. И после этого было принято мною решение, и пакет документов в соответствии с обосновывающим письмом направлен в Октябрьскую железную дорогу, начальнику Октябрьской железной дороги филиала АО РЖД, где обосновывается необходимость все-таки рассмотреть вопрос и решить вопрос по существу, об восстановлении данного пешеходного перехода. Письмо это направлено в пятницу, 3 июля. То, что на сегодняшний день по этому вопросу сделано, мы обещали через средства массовой информации уведомлять наших граждан кингисепсов по этому вопросу. Я не стал собирать инициативную дурку граждан, потому что сейчас, сами понимаете, время отпусков, но потом еще отдельно с ними будет встреча проведена, и все им показано, будет рассказано, в какой стадии у нас вопрос. Сейчас ждем ответа, как говорят футболисты, мяч на стороне Октябрьской железной дороги. Вопросы, которые актуальны, вами уже освещались. Единственное, что могу сказать, что подчеркнуть, что на сегодняшний день и кингисепс, и городской совет депутатов, и районный совет депутатов открыт для всех, и для СМИ, и для граждан города Кингисепс и района. То есть те вопросы, которые они считают, что необходимо сегодня рассматривать на совете депутатов, мы готовы это делать, но предварительно, конечно, провести подготовительное мероприятие через комиссии, изучить вопрос, а потом уже непосредственно выносить его на рассмотрение. Стоимости проезда на автобусе. К нам обращают, и у меня с личным приемом обращались граждане, и мы этот вопрос уже выясняем. Там сложность заключается в том, что часть маршрута одна цена, а другая часть маршрута другая цена. Это у нас... Юркина-2. 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 Поэтому сейчас мы это на комиссию посмотрим, и, наверное, по всей видимости, будем и выносить на совет, так как необходимо все-таки выяснить. Пускай администрация аргументирует, и обслуживающая организация, транспортное предприятие, пассажирская аргументирует вот такую вот тарифную политику. Я, как глава Кингисепского городского поселения, как глава Кингисепского района, в этом конкурсе тоже участвовал первый раз. Но от участия в этом конкурсе, в отличие от других глав, не отказался. Результатом этого конкурса Кингисепское городское поселение среди равнозначных поселений с численностью свыше 20 тысяч человек занял третье место. Вопрос интересный, который, наверное, может быть вас тоже интересует, и вас к вам тоже обращаются, это по многодетным семьям. У нас предоставляются земельные участки, если не ошибаюсь, по 105-м. По 105-м, да, многодетные семьи находятся. Да, но там есть определенные проблемы. Обращение ко мне и к Викторию Чудешеве по этому вопросу, и к губернатору, и поэтому для того, чтобы снять все эти моменты, я принял такое решение и выношу на 12 августа рассмотрение данного вопроса на Совет Депутатов. Они переживают за что? Что там сроки. Там сроки освоения этих земельных участков. Если они в течение пяти лет их не осваивают, они у них изымаются. Но поэтому здесь и проблемы в структуре возникают, потому что нет инфраструктуры, сложно осваивать, строить, вести строительство, да, а не построив, изымают. Здесь, понимаете, здесь очень сложная проблема, в чем заключается? В том, что я посмотрел уже так, не совсем уже глубоко, но все-таки уже посмотрел, там ведь граждане написали, что они согласны, что вот они вот согласны вот с этими условиями, что вот нет инфраструктуры и так далее, и так далее. Значит, если вы получаете в течение без земельных участков бесплатно, если бы вы его покупали, на что у вас должны были бы деньги, вы же все равно должны, как в бюджете, в своем семейном это посмотреть, да? То есть, получается, эти деньги вы можете уже использовать на инфраструктуру частично, или, например, на те же стройматериалы, на строительство фундаментов и так далее. В самом законе, может быть, и не сказано, но в других сопутствующих документах, положениях, правилах и так далее, и так далее, то есть, вот здесь в чем и заключается. В чем и заключается простой человек от человека, который знает право, да? В любом случае, это в других нормативных правых актах оно предусматривается. В России должен действовать закон и справедливость. У нас, к сожалению, без этого... Поэтому, вот, если возвращаясь к первому вопросу, по закону мы сделали пешеходный переход. Он есть. Но с другой стороны... А здесь и по закону, как сказано, что пешеходные переходы должны строиться в местах, так сказать, сложившегося пешеходного движения по данным направлениям. Направление и к конструктуре... Ну да. То есть, в любом случае, в любом случае, ведь это и закон призывает к этому сделать, а мы сделали немножко вот по-другому. И теперь, и здесь, если уж возвращаться к этому вопросу, проблема заключается в том, что... Ведь я это признаю, что здесь допущена ошибка и наша. А с какими проблемами чаще всего прощается? Ну, не касаясь там жилья, квартиры, наверное, тросят больше всего. Да, полгаковская тема. Тоже то, что произошло у нас в железной дороге. То, что вопросы, которые у нас возникли с парком Романовка и так далее, и так далее. Все это говорит о том, что городу нужен план стратегического развития и строительства. Но, я хочу подчеркнуть, не просто этот план должен быть. Этот план должен быть сделан на высокопрофессиональном уровне раз и с авторским контролем два. И с контролем общественности три. Что все изменения в этот план, как, извините меня, устав или как в Конституцию Российской Федерации, должны происходить очень выверенно. К сожалению, на сегодняшний день это вот... очень серьезная проблема. Но этой проблемой занимается администрация. И я уверен, что у нее должно получиться. Хочу сказать, что вот на последнем совете, когда мы говорили, Викторович сказал, и ГДК, и ФОК, сегодня это для Кингисеппа и для Кингисеппского городского поселения, это нагрузка всерьез. Надо активно поддерживать инициативные группы жителей, которые занимаются в бульваре. Поддержим, поддержим. Вот тот же Смельский, он же к нам обратился, он был у меня на личном приеме. Вот по бульвару, они там его благоустраивают. Значит, была проблема у них, ну, определенного несогласования с архитектурой. Я тут же вызвал Ольгу Захаровну, как говорится, посадил их напротив друг друга. Мы сняли все противоречия, и после этого он ко мне уже не возвращался. Порядки примера делаю на своем округе. Я сейчас порядки примера на своем округе сделаю, то есть у меня подвалы стали чище, запахи из домов, из подвалов уходят. Но это должно быть не только на моем округе, должно быть везде, в городе Сидиси. Что я дальше хочу сделать? Вот сейчас у меня осталось 4 дома, я их дойду, потом у нас будет большое совместное сочетание с управляющими компаниями, и, значит, наш, председатель Евгений Павлович будет, и его структура будет участвовать, и потом будет вырабатываться предложение, что нужно сделать, чтобы окончательно подвалом не разобраться. Может быть, даже будем принимать свой локальный нормативный право, который будет обязывать вот этих подвалов, чтобы не на каком состоянии. Что дальше? После этого, значит, когда эта будет работа проведена, тогда вот так вот, просто, грубо говоря, и все будут предупреждены, должно быть, дано будет время, чтобы там был наведен в порядок, и после этого, ну, грубо говоря, вот так вот, прокурор, значит, Андрей Сергеевич, начальник дивизиона пожарной охраны, я их беру, и в любой подвал. И если мы там видим беспорядок, то тогда лучше всем вытекающим последствиям. Но сначала нужно создать вот эти все вещи и дать время добровольно, принудительно всем там навести порядок. Обалов уже, как Соснова, как фундамент для любого дома, уже пойдем дальше на преддомовую территорию и так далее, и так далее.